Друзья, всем привет опять. Мы продолжаем наши эфиры. Мы анонсировали с Ильей, что подведем такие итоги войны в Карабахе. Тем более, что много событий происходит. Вчера Лачинский район передали Армяне-Азербайджайсам. Такой был важный рубикон в этой всей эпопее. И идут до сих пор споры, что это было, кто выиграл, кто проиграл. Кто проиграл, все это понятно. Но ключевой вопрос, что из этого родится. Потому что, на мой взгляд, были заложены масса таких подводных мин в тех договоренностях, которые были заключены между Пашиняном, Алиевым и Путиным. И эти договоренности, эти подводные мин будут иметь очень важное значение для перспектив региона. И, соответственно, многие там закидывали, особенно Илье, что не спрогнозировал не так, что недооценил силу азербайджанской армии и прочее. В военном плане я действительно ошибся. Я думал, что достижения военной азербайджанской армии будут скромнее. Я все-таки думал, что к тому моменту, пока они заключат мир, они просто заберут меньше территории, чем они сделали. Ну вот я хотел задать вопрос относительно твоих ошибок, как ты видишь свои ошибки и ошибки других в оценке ситуации. Ну и самое главное, вот о последствиях поговорим. Что показало? Как я сказал, то есть я действительно ошибся в плане военных, ну военном аспекте. То есть я думал, что азербайджанцы продвинутся меньше, чем они продвинулись. Я думал, что успеют они захватить меньше территорий. И я думал, что перемирие заключат позже, честно говоря. То есть я думал, что оно затянется где-то к декабрю. В этом плане, да, я в своих прогнозах ошибся. Но в политическом аспекте, то есть то, что обсуждалось, ну вероятность заключения соглашения по сирийскому сценарию между Россией и Турцией, ну я об этом говорил с начала октября. В первом видео, которое мы записали, мы об этом говорили. По поводу того, что Турция, один из интересов Турции выйти на двусторонний формат отношений с Российской Федерацией, сломав вот этот старый формат переговоров многосторонний. Я об этом говорил с самых первых дней войны, в общем-то. Потому что это было явно видно, это было понятно. Ну плюс они уже реализовали такую схему в Ливии и Сирии. Так что в политическом плане все вышло так, как, в общем-то, я и говорил, да. Ну они вышли, Россия и Турция порешали между собой. Вот, хотя многие кричали, что... Ну как и кричали в Ливии, что якобы Турция чуть ли не идет войной на Россию, теперь вытеснит ее из Кавказа. Я с этим не соглашался принципиально, потому что для меня было очевидно, что Турция не воспринимает Россию как врага в этом конфликте. То есть для них тут был враг Армения. Все. Россию они воспринимали как партнера, с которым надо будет поговорить. И, в общем-то, завершить войну именно с Россией. Не с Францией и штатами, как с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а именно с Россией и желательно отдельно, без них. Вот. Тут просто на двоих. И они это сделали. Когда пришло время, они просто как бы, ну, в общем-то, заключили вот этот договор. Вот эти договоренности, это договоренности не так между Арменией, Россией и Азербайджаном, как между Россией и Турцией. Но мы это должны как бы четко понимать, ну, потому что именно вот этот глобальный уровень, там вот эти два актора, они сыграли свою решающую роль. Давай рассмотрим такой вопрос. Почему Армения проиграла? Вот уже спустя... Да, время. Несколько недель, практически месяц пройдет после этого. Скоро уже будет, как произошло, заключено это примере. И, ну, можно говорить об определенных, там, инсайдах, которые появились вот после этого перемирия. И фактах, которые уже произошли. И плюс появились там факты о том, как вились боевые действия. Потому что мы видим, как азербайджанская армия и армянские военные, они выкладывают все больше и больше каких-то видео, которые дают лучшее понимание того, что происходило. Давай вот начнем с того, почему Армения проиграла. Почему проиграла? Что я могу сказать? Ну, мне кажется, причины такие. Как бы причина номер один. Ну, у Армении не было на кого опереться. В плане союзника. У Азербайджана была Турция. Ну, я думаю, что ты согласишься, что без Турции тут бы ничего не было. Ну, вообще. Они бы даже не начали эту военную кампанию. У Армении, ну, где-то в информационно-медийном понимании была Россия, да, в этом политическом как бы аспекте, что вот, ну, вроде как Россия союзник. Но Россия всегда была и остается, ну, да даже у некоторых армянских политиков не было иллюзий по этому поводу, что Российская Федерация, ну, союзник постольку поскольку. Да, то есть они все-таки, у них свои интересы, и с Карабахом они непосредственно связаны не были, эти интересы. Поэтому русские, конечно же, как только началась война, они, в общем-то, сформировали свою позицию. И их позиция была весьма прагматичной, и никто не бросился спасать Армению, никто не бросился защищать ее и так далее. То есть, смотри, давай резюмируем в таком плане, что у Азербайджана был действенный союз, ну, в том плане... Активный, действенный, и Турция непосредственно ему помогала, и не только во время войны, а и до того, то есть готовила его к этой войне. Да, а у Армении союз был пассивный, назовем его так. То есть это реально вот был, то есть, не, я думаю, что, безусловно, если бы бои перекинулись на территорию Армении, если, например, да, там моделировать масштабно, конечно, я думаю, здесь бы Россия включилась. Но так как ее интересы не были связаны с Карабахом, плюс я считаю уже вот по прошествии времени, что все-таки Турция и Россия еще на первых порах, когда были первые контакты между Лавровым, Чавушеглу, Эрдоганом и Путиным, они договорились, что дальше Карабаха война не пойдет. Ну, Азербайджан не будет наступать там, знаешь... Я тебе скажу больше, они договорились, что дальше Шуши война не пойдет. Возможно, возможно. Возьмут Шушу, потому что, ну, у меня там были свои инсайды, и эти инсайды, как бы, они подтвердились потом, потому что мы видим, как только они дошли до Шуши, то, в принципе, стратегические задачи этой войны были решены, поскольку теперь азербайджанцы сидят наверху, они контролируют коммуникацию, по сути, они в любой момент могут начать наступление на Степанакерд, как бы там, если захотят, если подготовятся, особенно если нормально проведут туда, там, железную дорогу, дороги, автомобильные магистрали, там, и все остальное, перекинут соответствующие войска. Вот. То есть, вот Шуши это был перелом во всех планах и достижение стратегических целей. Ну да, 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 как бы, я не знаю, я не знаю, насколько там, прям, вот именно этот город сразу фигурировал, но то, что они договорились, было понятно. Вот, то есть, Россия заняла, в принципе, довольно прагматичную позицию, она уступила немного Турции, позволила ей зайти на эту территорию, как один, в качестве одного из стейкхолдеров, но вместе с тем, как бы, усилила свои политические позиции и военные, в тактическом плане точно на стратегическую перспективу мы посмотрим, потому что здесь очень много факторов включаются, которые сработают, не сработают. Но тактически они только усилились благодаря этому договорнику с Турцией, да еще и отодвинули на второй план Штаты, Францию, ну и в целом Минскую группу ОБС. Ну, и то, что многие не замечают, я уже говорил там в одном из своих обзоров, что теперь миротворцы российские, они находятся на территории Азербайджана, потому что... Да, да, они чуть ближе к Азербайджану, чем база в Гюмри. Да, да, то есть, если раньше они были на территории Армении, то теперь они находятся на непосредственной территории Азербайджана, вот, потому что Карабах остается, как бы, признается, что он за Азербайджаном, несмотря на наличие этого анклава, который сейчас охраняют российские войска. Вот, и при этом очень важно, что Россия, она еще и является, как бы, таким гарантом сделки по вот этому мигринскому коридору на Нахичеване из Азербайджана, который, который, по большому счету, является стратегически очень важным для Турции и Азербайджана. И я думаю, что, может быть, даже важнее даже то, что они отыграли, как бы, по Карабаху, потому что... Нет, так это самый главный актив, в общем-то, если они... Самое главное, что Турция, сейчас я про Азербайджан не говорю, что Турция, в общем-то, может для себя вот с этой вот ситуацией всей, как бы, ну, им территория, это Карабах, она не нужна. А именно, это логистика. Логистика, которую они могут выстроить с учетом захваченных территорий на этих территориях, и если они ее грамотно выстроят, она заработает, то для Турции это, в общем, главный их стратегический актив. Все. Все. Сама территория, понятное дело, была нужна больше азербайджанцам, чем туркам, в общем-то, потому что, я же говорю, то есть нужно сразу, как бы, я вот всегда говорил, в общем-то, я всегда говорил, что у Турции и Азербайджана разного уровня интереса и разного порядка. Вот. Вторая причина... А, и, конечно, россияне же усилились политически в Армении. Смотри, вот недавно была история про вот этот конфликт вокруг Соткского золотого рудника. Он находится прямо у новых вот этих границ между Азербайджаном и Арменией, с учетом, ну, захваченных территорий. И туда зашли азербайджанские военные, ну, якобы ж возле границ, и попросили всех покинуть территорию. Ну, и возник вот этот спор, типа, где граница, что, кому этот рудник принадлежит. Азербайджанцы хотят его отжать себе, армяне хотят его оставить. А это сколько там? 120 тонн, по-моему. 111 из крупнейших. И там работает российская компания. Тоже нужно понять. Кто решал вопросы демаркации границы между ними? Российские миротворцы. Не армяне. И, в общем-то, то есть в этом плане, ну, явно... То есть россияне сейчас, они реально гаранты всего. И они будут контролировать этот процесс, ну, во многих аспектах. Вторая причина, по которой Армения проиграла, мне кажется, уже связана с их политикой. Новая власть Никола Пашиняна, частично и старые власти тоже, мне кажется, не смогли, успели, в общем, я не знаю, там, потому что это тут нужно уже разбираться, но не смогли подготовиться к подобному конфликту, ну, вот в полноценном понимании. Очевидно, ну, Пашинян за свои... То есть я сейчас ориентируюсь, я о нем писал еще в 2018 году, и уже тогда я писал о том, что... Ну, я достаточно осторожную позицию занял по отношению к его приходу. У нас же тут кричали про Майданы и про то, что вот, ура там, ну, короче. Я тогда занял позицию и написал, что Пашинян, у Пашиняна теперь будет, как бы, ну, у него появляется шанс изменить политическую систему Армении, и, соответственно, ну, как бы от этого будет зависеть их будущее. Он либо ее меняет, либо у него не получается. Ну, у него не получилось. Я констатирую этот факт. У него были, если ориентироваться на его предвыборные всякие, там, то, что он говорил, там, я хочу вот это сделать, вот это сделать, то он взялся за некоторые внутренние реформы, но не все довел до конца. Ну, очень... Потом он погряз в этих всяких спорах и конфликтах, то с Конституционным судом, когда он пытался его подмять под себя, по непонятной причине, зачем ему так прям это было нужно, то с олигархами местными, то со старой властью, то с силовиками. Он со многими внутри поссорился, и это, конечно, очень серьезно, ну, подорвало его возможности в реформировании страны. И во внешней политике, мне кажется, вот при Пашиняне не смогли, они все-таки вырваться из вот этого геополитического тупика. Я еще тогда говорил, и, по-моему, мы даже видео записывали, что Армения находится в очень сложном геополитическом положении. Граница с Турцией закрыта, Турция враг. С Азербайджаном закрыта, Азербайджан враг. Есть выход на Иран, ненадежный сейчас тем более. И есть выход на Грузию, и через Грузию на Россию. Все. Но, 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 Грузия при этом союзник Турции. Учитывая последние события, учитывая возросшее турецкое влияние в финансово-экономическом и торговом плане на Грузию, особенно после 2008 года, в общем-то, тоже сейчас это под вопросом. Да, и напряг между грузинами и армянами. Да, он всегда существовал, но сейчас тоже, особенно вот на фоне войны, там какие-то претензии возникли, то армяне говорят, что грузины там не пускали российские всякие борты, то еще, ну, короче, там это не суть важно, это тоже ненадежное достаточно направление. То есть, это геополитический тупик, который проистекает из географии Армении частично, частично из их политического положения, ну, в отношениях с региональными игроками. И вот Пашинян, он не смог его преодолеть. Были ли у него возможности? Я думаю, что были. Я не думаю, что это, конечно, ну, это просто он мог бы начать, потому что я не считаю, что это можно взять за год-два, честно говоря, учитывая, я имею в виду, что тут недостаточно его одного желания. Но, в целом, у него была возможность, у него была возможность диверсифицировать внешнюю политику, за что он взялся, но не довел до конца, не довел по той же причине, что и во внутренней политике, на мой взгляд, потому что он не смог наладить коммуникацию с европейцами, с американцами. Ну, скажем так, с американцами было сложно еще потому, что при власти был Трамп, но он еще остается, но я имею в виду, что Трамп, ну, у него специфический взгляд на многие вещи, и Кавказ, Закавказье в администрации Трампа было периферийным вопросом, его мало это интересовало, как показала реакция США на войну в Нагородном Карабахе, их это практически не интересовало, была почти нулевая реакция, только Помпео там иногда выходил с заявлениями и то. Вот, поэтому, это вот вторая причина, то есть они не смогли преодолеть свою геополитическую проблему и не смогли реформировать страну так, чтобы за этим потом пошли модернизация армии, там, ну, уже такое полноценное обновление как-то, ну, и это бы подготовило их экономику, их финансы, их армию, ну, наверное, лучше. Вот, ну, и третья причина связана, конечно, с какими-то, я не буду в это вдаваться, потому что я, честно, я многого не знаю, не хочу спекулировать, связана с различными мутными моментами, связанными непосредственно с войной и с рядом решений, которые были или не были, вот сейчас как раз разбираются до сих пор, что в Армении разборки идут, как проиграли, почему, кто в этом виноват, как принимались решения о мобилизации, пускали или не пускали добровольцев и военных в Карабах, потому что есть информация, что якобы не пускали по указанию Пашиняна, насколько это правда не ясно, он отрицает это все, какие были там договорники на высшем уровне по поводу разных позиций, которые сдавали, не сдавали. Ну, в общем, я думаю, что этот фактор сработал. То есть он сработал, насколько он был решающим, мне сложно сказать. Конечно, я все-таки более считаю решающим и то, что творилось на глобальном уровне между внешними игроками, но мы сначала с тобой это говорили, что все равно все будет решаться не в Армении и не в Азербайджане. Это будет решаться между Турцией и Россией в первую очередь. Но я думаю, что это все-таки стоит упомянуть, потому что я думаю, что ряд решений неоднозначных тоже повлиял на исход войны и для самой Армении в первую очередь, из-за чего сейчас, собственно, на Пашиняна давят, пытаясь его вынудить уйти в отставку. Я добавлю вот еще в каких аспектах там очень интересная ситуация для украинцев, потому что для украинцев этот кейс, у нас вообще его неправильно, мне кажется, поняли. Для украинцев этот кейс он важен в том числе и в понимании того, как мы выглядим и как мы выглядели, особенно в 2014 году, для внешнего мира, прежде всего для Запада, о помощи которого, который мы просили. Потому что когда ты читаешь, и мы читали армянские телеграм-каналы, СМИ во время войны, то иногда казалось, что это какой-то дом сумасшедших, поскольку это настолько были искаженные восприятия, оно понятно, почему это болезненное восприятие действительности, это смерть, это кровь. И в этот момент всегда, конечно же, все обостряется. Но в этом обострении было столько всего вот именно неадекватного, и в осознании своей собственной роли в регионе, и в осознании своих собственных возможностей. И плюс мы теперь уже четко знаем, что Генштаб Армении признался в этом, что они сознательно фальсифицировали данные о том, что происходит, то есть сбрасывали кучу фейков, и количество и качество этих фейков, они были настолько неадекватны, что многих это просто отвернуло от анализа, как бы... Ну, смотри, я с тобой здесь не совсем согласен. Сами фейки, ну, вернее, сама дезинформация в качестве, ну, это была военная пропаганда, в военное время, она оправдана. То есть я считаю, что это неизбежно, это должно быть, азербайджанцы делали то же самое. Ну, потому что, когда ты воюешь, ты не будешь говорить всю правду. Ты не будешь говорить, ой, сегодня мы сдали позицию, мы отступаем. Ну, понятно, да, то есть, во-первых, во избежание паники, во-вторых, надо мотивировать, там, воодушевлять, там, моральный дух поднимать. Мне кажется, их ошибка была не в том, что они вот просто их произведили, эти фейки, то есть это, то есть с моей точки зрения, здесь все нормально, а в том, что, мне кажется, они с ними, во-первых, слишком заигрались, особенно на последних этапах, когда уже всем было вокруг понятно, но уже все начали задавать вопросы, и в Армении тоже, что, а что происходит? Ну, особенно во время битвы за Шуши. Да, за Шуши, вот это был кульминационный момент, потому что я тоже за этим, как бы, вот следил за тем, что происходит в информационном пространстве, вот, слишком топорно это было сделано, и месседжи не менялись, вот, то есть, если проследить, с первых дней войны и до битвы за Шуши, я заметил, что месседжи не сильно менялись, то есть, такое было впечатление, что мы еще находимся на начальном этапе, ничего не поменялось, вот, и это, конечно, многих дезориентировало, и, кстати, многих армян тоже, то есть, я тут не хочу, чтобы все думали, что армяне все в какой-то прострации были, как раз из-за того, что многие начали задавать вопросы, собственно же, и давить на то, что так, слушайте, а как так получилось? Вы вчера говорили, что удерживаете позиции, они уже у Шуши, но это же неправильно же, потом же, поэтому пошли вот эти все отставки, с одной стороны, разных армянских чиновников, то в Минобороны, в Генштабе, в правительстве, и поэтому, вот, я думаю, сейчас по одной из причин вылезли вот эти вот откровения, потому что то, что ты говоришь про Генштаб, это же бывший, один из бывших чиновников Генштаба вышел же с этими вот откровениями по поводу того, что да, смотрите, но были неадекватные решения, с одной стороны, с другой стороны, вот эта информационная политика, она была неэффективной. Мне кажется, что просто дело не в самих фейках, а в том, что они с ними слишком заигрались. Они создали пузырь, в котором все существовали, и он потом внезапно лопнул. Они не подготовили общественное мнение, и поэтому произошел социальный взрыв в Ереване. Так я об этом и говорю, что фейки, как и все, они имеют пределы своей жизни. Поэтому, когда, допустим, азербайджан показывает, что мы взяли какой-то мост, а армяне потом говорят, что мы уже этот мост отбили, но по ходу не дают видео. Потому что азербайджанцы дают видео, а эти не дают видео. И вот в сумме это все накапливалось скептично. У меня к концу войны уже было очень скептичное отношение ко многим месседжам, которые шли от армянской Минобороны, от государства на телеграм-каналах. Хотя я прекрасно понимал, что азербайджанцы точно так же манипулируют. И даже когда я там один раз дал в Баку интервью одному созданию, то они там тоже подрезали так, чтобы вот создать... Хотя я специально делал оговорки, говорю, что вот ребята, не нужно там недооценивать реакцию на эту войну в Украине, потому что там они пытались показать, что там исключительно все поддерживали азербайджан, хотя на самом деле это не так. Здесь были люди и непонятно почему, потому что и армянская община большая, плюс фактор православия там включается и прочие-прочие вещи, что не все так было там однозначно. Но они там подрезали, подчикали, и я после этого интервью больше не давал, потому что я решил, что у них реально была цензура в азербайджанах. Ну она и есть, чтобы там Ильхам Алиев не говорил, но авторитарное государство как есть. Поэтому там своя специфика играла, но тем не менее те месседжи, которые давали азербайджанцы, эти все видео с дронов и так далее, они давали понимание того, что вот динамика, да, что да, там они где-то эти видео по нескольку раз показывали, там видео там двухнедельной давности могли всунуть еще один раз, чтобы показать, что вот смотрите, сколько мы танков на Стеба набили, но тем не менее военные аналитики, там например израильские, они очень четко посчитали, какое количество бронетехники уничтожили с помощью дронов и действительно эти видео были хорошим предметом там для анализа, для военного анализа. Ну Израиль же в этом, у них был шкурный интерес, скажем так. Да, да. Они поставляли Азербайджану часть беспилотников, которые использовали в этой войне. То есть для Израиля эта война стала полигоном, за которым они наблюдали. Ну не только для Израиля. Не только для многих, на самом деле, военных экспертов, но это действительно, потому что мы же наблюдали, наверное, впервые за многие годы войну двух государств, считаю, что 21-го столетия с применением новых там типов вооружений, которые там только сейчас вот разрабатываются, в том числе турецких и так далее. Да. Вот. Я считаю, что тут как бы для Украины есть вот этот вот урок информационной политики, да, это очень важно, потому что, например, многие наши телодвижения, в том числе в продуцировании месседжев и их вбрасывании в пространство, они очень похожи на вот то, что было. Вот, например, по Северному потоку у нас же тоже такое, да, то есть мы победим, мы победим, мы все вот вообще, то есть у нас очень плохо, кстати, это работает. Вот у нас информационной политики либо нет на каких-то направлениях, либо она вот работает топорно. И второй вывод, мне кажется, это то, о чем мы уже говорили, что то, что произошло вокруг Армении и вокруг Карабаха вот с этими российско-турецкими договорняками, это нужно воспринимать не так, как у нас восприняли часть, что типа, смотрите, мы можем как Азербайджан, мы не можем как Азербайджан, даже близко, по целому ряду причин, а потому что мы слабые, и потому что у нас нет Турции своей. И потому что у нас власть не является, власти нет единого субъекта, как и в Азербайджане, где есть Алиев и его клан, которые реально рулят страной и держат ответ за базар. Ну, нет управляемости, нет управляемости и нет, даже у нас нет единого мнения в обществе, что делать с нашим конфликтом, по отношению к конфликту на Донбассе и в Крыму, то для нас наоборот урок такой, как, вот смотрите, что бывает, когда государство не может преодолеть геополитические вызовы, маргинализуется, из-за него начинают решать внешние игроки, оно становится предметом торгов. В этом плане Украина ближе к Армении, чем к Азербайджану. Абсолютно. И я об этом говорю, Юра об этом, я говорю об этом несколько лет уже, и Юра об этом говорит, наверное, уже 10 лет, если не больше. Больше, наверное, ты начал, да, ну это в принципе это вечная проблема, которую мы все 30 лет независимости не можем решить. И третий вывод, мне кажется, связан с внешней политикой, потому что это то, о чем вот, то есть не нужно думать, что если у тебя моральное превосходство в том или ином вопросе, то тебя обязательно все поддержат, потому что так надо, или потому что нам все должны. Реакция Запада на войну в Нагорном Карабахе, да и вообще реакция многих внешних игроков, она очень показательна. И она мне тоже напомнила времена, когда мы в 14 апеллировали к Западу, к Будапештскому меморандуму, к каким-то там, ну, к каким-то категориям справедливости, что вот, вы должны прийти на защите, вы должны воевать там с Россией, не знаю, ну, короче, были вот эти вот определенные иллюзии. И вот, обрати внимание, заключили договор по Карабаху очень долго на самом деле. Ну, все европейские страны в основном приветствовали договор, за исключением Франции, у которой есть особые интересы в Армении, поэтому их вот это вот, ну, как бы демонстративный гнев, и вот это вот сейчас вот резолюция в Сенате, которые приняли о признании Карабаха, ну, это, так как бы, это символический шаг, ну, понятно, они должны продемонстрировать свою позицию, но в целом Запад воспринял пассивно, достаточно пассивно войну. А все потому, что у них есть энергетические интересы, связанные с Азербайджаном и Турцией. Я только хотел к этому подвести, и поскольку как раз вот еще один момент, который критически важен для понимания того, как лучше всего защищаться, что вот... Завязывать на себе интересы. Да, завязывать на себе интересы, реальные интересы, а не ждать воплощения какой-то реальной мифической справедливости, потому что я вот когда читаю там на армянских телеграм-каналах там темы вроде, у нас же там есть искандеры, и мы могли искандерами нанести удар по боку там... Ну, без разрешения России не могли. В районе, в район там, где есть вот эти вот терминалы, где грузится нефть, потом направляются в нефтепровод и так далее, то я сразу, или там где газопровод этот отойдет, то я сразу говорю, ребят, ну это же сумасшествие в том плане, что на Западе никто под это не подпишивается, потому что там их интересы. Вот как раз симптоматично было, что под конец этого конфликта запустили ТАП. Да, трансадриатический газопровод, через который можно будет 10 миллиардов кубов азербайджанского газа отправлять на юг Европы, потом до 20 миллиардов кубов они заложили возможность расширения. И самое интересное это было посмотреть, кто там среди ключевых стейкхолдеров этого проекта. И там мы видим, значит, BP, мы видим бельгийскую компанию, мы видим итальянскую компанию, мы видим французскую, по-моему, компанию. Вот, то есть, как говорится, цвет европейских стран, он там собрался, и поэтому, конечно же, это была гарантия определенная для Азербайджана, что ни газопроводы, ни электротипроводы в этой войне не пострадают, потому что это немедленно бы поставило Армению, и так находящуюся в изоляции, под угрозу еще большей изоляции, больших проблем. То есть, геоэнергетические последствия конфликта для Турции, они, в общем-то, актуальны для Европы, у которой там конкретные интересы, и это нужно учитывать, что у нас часто недооценивают интересы, или на них не смотрят, и считают, что можно там вырулить только на вопросах морального превосходства в конфликте. Это не так. Может, для каких-то стран, но это редкость, когда одна страна ставит мораль выше, чем интересы, однозначно. То есть, тут важно завязать на себе интересы, и еще объяснить свою ценность внешнему миру. Зачем мы вам нужны, не почему они должны прийти и нам помочь, потому что мы не знаем. Ну, просто отговорки в силе скидный вал Европы, они не работают. Здесь нужно четко понимать, почему мы ценные. Почему, если мы исчезнем, например, вам будет плохо. Вот, мы этого не объясняем. Поэтому для нас это тоже очень-очень важно, как бы, для понимания последствия. На этом заканчиваем, потому что у нас уже получасовка почти закончилась. И обнимаем, целуем. Илья, Юра, держитесь. Всем пока. Хорошего настроения. Здоровья. Спасибо.